Из послания к римлянам. 12 глава. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая это, ты соберешь ему на голову горящие угли. Ну, на самом деле, как бы вопрос порожден просто неправильной точкой зрения. А вопрос рассуждений, вопрос следующим этого человека. Получается, что мотивацией добрых дел по отношению к рагу может являться скрытая месть или недоброжелательство. Это так или нет? Нет. Ну, конечно же, это не так. Хотя с определенного ракурса, с определенной точки зрения может показаться, что человек, скажем, может таким образом отомстить. Да ничего не выйдет. Ничего просто не выйдет. То есть, если мы желаем напоить врага или накормить врага, чтобы ему стало плохо, то есть мы желаем ему зла, очевидно же, что это не христианская практика, не христианское учение, не христианская традиция. Вовсе нет. Тогда о чем идет речь на самом деле? Мы кормим не для того, чтобы таким образом нашим добром отомстить его. Мы кормим его, потому что такова заповедь. Потому что мы действительно его любим, потому что нам действительно его жалко. Потому что он человек и он голоден. Чего не накормить? И являем ему наше добро, хотя он объективный наш враг. Он пришел нас арестовать. Или он желает нам смерти, или он пришел сжечь наш дом, но попал в селки, и мы его спасаем, потом кормим. Неважно. Этот человек не просто недолюбливающий нас, а это именно враг. Он обозначил себя как человек, находящийся к нам во вражде. Ну, он имеет право враждовать, а мы просто делаем ему добро. Может, не делать добра, что ли? Не помогать, не кормить? Тогда мы потеряем связь со Христом. Ведь именно Христос сделал добро тем, кто его гнал и ненавидел. И оставляет нам такой завет для будущего. Что же нам остается делать? Делать зло, мстить человек? Не христианское это дело. Но если мы делаем добро человеку, который нас ненавидит, то это добро разжигает человека. Распаляет человека. Это не угли, нет. Он понимает, что он задумал ненависть к человеку, который к нему ничего плохого не сделал. Такие эпизоды есть в Священном Писании. Например, Давид, который несколько раз имел возможность, два раза имел возможность убить Саула, но этого не сделал, но показал ему, что Саул напрасно его гонит. Он не желает Саулу зла. И всякий раз на Саула это производило впечатление. И он прекращал на какое-то время преследовать Давида. Потом все-таки злой дух им овладевал, и он продолжал это делать. Но само это благодеяние, оно воспламеняло сердце благодетельствованного человека, стыдом, укоризный, и человек прекращал нас ненавидеть, прекращал преследование, потому что он видел, это его обезоруживало. Он не мог причинить зло человеку, в котором нет ненависти к нему лично. Вот, собственно, главный смысл этого добра. Но если человек не принимал это добро, то, естественно, само это благодеяние ему, оно было последней каплей, переполняющей его сердце. Потому что если человек не видя, то есть придя, чтобы уничтожить, сокрушить, убить, каким-то образом причинить зло нам, а вместо этого встречая в нас не месть, не упорство, а добро и милосердие, если, несмотря на это, он не успокоится, не покается, не изменится, то сердце его сгорит. Потому что тогда, видя благодеяние человека, которого он ненавидит, он воспылает такой лютой ненависть, такой степенью преданности злу, что остановить его уже будет невозможно никак и ничем. Про это и говорит апостол Павел, что либо вы, делая ему добро, обратите его от зла, либо, делая ему добро, окончательно приведете его от констатации своей принадлежности злу, тем самым возгорая над ним огонь. То есть, в любом случае, наше поведение, оно безусловно, у нас нет возможности, нет права действовать по-другому. Мы должны оказать благодеяние любому человеку, даже если он наш враг. И этим мы либо вытаскиваем его душу из ада, либо это наше действие приводит к тому, что ад для него по-настоящему воспламеняется и возгорается. Вот про эту зависимость ада от адских мук человека, от добра, которое мы ему делаем, вот на это указывает апостол Павел. А как иначе? Когда Иуда пришел предавать Христа, Христос являет ему все свое дружелюбие и целует его, и прижимается к нему, и до этого дает ему свое тело и кровь. Вот, но для Иуда это стало воспламеняющимися углями, в которых он сгорел, а то же самое для апостола Петра стало началом совершенно беззаветного служения Богу в проповеди. То есть, так же, как благодеяние Христа, явленное апостолу Павлу, который этого благодеяния не заслужил, навсегда перевернуло этого человека и сделало его апостолом языков. Но другого могло бы сделать подобием исчадья сатаны, как, например, Симона Волхва явление Святаго Духа не перевело в апостольские ряды, а сделало ненавистником христиан. Наше доброе дело, если оно направлено в отношении наших врагов, оно либо вытаскивает их из страшного и страстного их состояний, либо окончательно закрывает их в их собственном аду. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!